Мне с ним сон снился. Такой, сниться мне, что я к зеркалу подхожу, а у меня прическа такая. Как у Токио-хотеля, такие волосы красные, такие бордовые. Я сначала, ну именно макияжный я, соответственно, я сначала перепугался такой, а потом раз-то прихорошился. Что-то про музыкантов мне снилось. Музыканты – популярная тема. Периодически появляются такие посты, типа «Заводы стоят, в стране одни гитаристы». Гитаристы-то ладно, да. Барабанщики и басисты. Вчера Марта Китро написала исследование бас-гитаристов и барабанщиков. На основе собственного опыта. На основе собственного женского опыта. Отклик нашелся, да? Тут и басисты подтянулись всякие. Да-да-да. И даже какие-то габаисты, по-моему. Ну вот, например, Марта это пишет, что по собственному женскому опыту, наверное, и многие женщины подтверждают, что бас-гитаристы чем хороши? Они у них член большой, например. Невелимую статистику не знаем. Поверим на слово, Марте? Да. И на основе этой теории мы выдвигаем следующее. Чем круче басист, тем больше член. Вообще с бас-гитаристами много всяких историй. Еще вот Марта пишет, бас-гитаристами становятся те, кто как бы не сумел на соло-гитаре как бы играть. А барабанщиками вообще становятся самые непотребные, которые вообще ни на чем играть, кроме на барабанах, и не умеют. Как бы немножко, конечно, с точки зрения объективности это не очень правильно. Потому что тот же Лес Клейпл или Ростислав, или там Флизер, или Чили Пепперс, ну, мне кажется, любой соло-гитарист позавидует их технике играть. Анекдоты. Любой желающий может забить там в Яндексе анекдоты про басистов. Их будет много. Их выпадет добрая куча. И про барабанщиков. Хороший, когда бегает отец по этому, по дому и ругается на ребенка, у него же нас спрашивают, что случилось. Он говорит, да я, малец, расстроил мне струну на басу, а какую не сказал. Бас-гитарист. Утро поиграл, репетировал такой сам собой, потом позавтракал, опять поиграл, пообедал, поиграл, поспал, поиграл. И у него сын спрашивает, 7-летний папа, а когда ты вырастешь, ты кем станешь? Ну, вот она говорит, что из барабанщиков хорошие массажисты получаются, и очень у них чувство ритма такое. Да. И меня волнуют сбивки. Сбивки и синкопы. Синкопы. Она, Марта, рассматривает барабанщиков как сексуального партнера. Ну, соответственно, мы не можем их так рассмотреть, потому что не доводилось. Слесари были. У меня в жизни было много барабанщиков и бас-гитаристов, но не в плане, как у Марты, а я вот с ними играл в одной группе. И вот один барабанщик у меня был такой человек, который вобрал в себя весь карачевский фольклор, он сыпал шутками-прибаутками, анекдотами из третьего класса. Но при этом он очень смеялся над своими шутками, ну, реально забавный человек был. И мне нравились его две фразы про барабанщиков. Когда ему говорили, вот в барабаностановке есть малый барабан, да? Его иногда многие зовут рабочим барабаном. Ну, основной барабан, который издает звук такой звонкий. Вот. И ему такие, блин, Глеб, по-рабочему сильнее стучи. А он говорил, рабочий у тебя в штанах, а это малый. Или там, когда его называли ударником, он говорил, ударники на производстве, а я барабанщик. Вот. Опять же, неправильно бас-гитаристов называть басистами. Что такое басист? Басист какой-то. Ну, вот по поводу того, что Марты говорит, басисты, как она их называет, они очень-таки молчаливые и флегмы. Ну, в принципе, да, был у меня один бас-гитарист, который, он мог прийти в одно, в какое-нибудь место там, сесть на стул. И застыть в такой позе. На час, на два. А еще он очень любил майонез. Не знаю, мне кажется, все бас-гитаристы любят майонез. Он ел с майонезом все. Чуть ли не чай пил с майонезом. Он покупал пятилитровые такие ведра майонеза, короче, самые дешевые, говорил, вот самый сипатый майонез. Классическое блюдо в его исполнении, это был бомж-пакет такой, сверху майонеза, примерно столько, сколько в бомж-пакете вермишели. И сверху резал, короче, сыры, сосиски. Все это перемешивал, говорил, вообще, блин. Ну, и он припитался несколько лет вот этим блюдом. А еще у него очень сильно воняли носки. Вообще, на самом деле, бас-гитаристов у всех очень сильно воняют носки. Вот, и он приходит и прям смотрит, мы стоим. Он прям поворачивает колонки, снимает свои гриндерсы. Ноябрь месяц, вот примерно, снежок уже пошел слякать. Он снимает свои гриндерсы, снимает носки, моет под холодной колонкой ноги. Ну, так, обмывает их просто. Вот, и мочит носки под этой же струей, короче, и вешает их, сушится. А еще барабанщики Марта пишет, что очень корчат руль. И вот помню несколько знаменитых барабанщиков. Один, это хорошо, что ты напомнил, из группы Нойси Серпуховской. Был отлично, он был огромный такой. Приехал спокойный, то есть медленно ходит, медленные жесты. Сел за установку и началось. Впечатление, что у него две ноги и четыре руки, потому что у него и ноги вот так вот, и руки вот так вот. И при этом он еще успевал курить, Беломор, причем я почему-то запомнил. И на нем была телка. Телка. Телка была на нем, а сейчас телка сосался. Тельняшка, да, пиво под установкой, папироса, палочки. И все это он успевал. Опять же можно провести градацию музыкантов сквозь призму сериала «Елена. Ребята». Помнишь, такой сериал был? Там вот все были музыканты. Клавишный. Клавишный. Жозе. Кучеряви. Тонкопальцый. Кри-кри барабанщик. Нервный. Нервный, разговорчивый, кстати. Да. Рожи корчил. Басисты все время меняли. Басисты, ну, басисты мы закончили. Гитаристы как там звали? Николя. Николя. Николя, очень ненервный. Вот. И о басгитаристов мы не помним, потому что они постоянно у них менялись, наверное, потому что... Слишком. Слишком большие члены у них были.